Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Добро пожаловать на канал DP Labs. Сегодняшний ролик будет об испытаниях двигателя на основе обмотки «Славянка» на нашем стенде. Очень многим людям хотелось бы узнать, как он в реальности будет работать. Мы специально его прикупили уже давно. Увидим все хорошие и плохие стороны асинхронных двигателей. Для чего мы это все затеяли? Асинхронные двигатели, в отличие от БЛДЦ, оба более технологичны в производстве и дешевле. Не требуют редкоземельных металлов, таких как для изготовления неодимовых магнитов. И собираются уже по известным технологиям для тех же вот двигателей общего... Как б**ть сказать-то, е**ть? Общепромышленного назначения. Но есть и свои минусы. В данном ролике мы будем это разбирать. В предыдущем ролике вы могли видеть наш стенд мощностной для электродвигателей. Так, 8,8 кВт. 20 Нм. До красна, смотри, раскалился. Мы его, собственно, юстировали по двигателю Golden Motors китайскому, потому что у него есть все характеристики, приведенные производителем по моменту, по КПД. И получили, на самом деле, очень хорошие характеристики по юстировке, потому что у нас погрешность составила там 1% КПД, пару ньютон-метров по моменту, по этому, опять же, китайскому датчику. Этот двигатель у нас отправляется на доработку. Как он доработает, будем уже снимать опять характеристики. А сегодня мы, собственно, хотим поставить на стенд знаменитый двигатель ДА-90, двигатель ДЮНОВА на обмотке славянки. Сами знаете, много про него легенд, что это какая-то уникальная обмотка, уникальные характеристики, уникальный двигатель. Не хочу быть предвзятым. Сегодня, собственно, и проверим. Проверить несложно. Поставим его на стенд. Есть контроллер хороший, с векторным управлением. Все будет очень четко и посмотрим, реально, его характеристики. Итак, сейчас нам нужно, собственно, установить наш мотор ДА-90 на стенд. Для этого нам нужно сделать кронштейны под стенд, потому что под каждый мотор нужен свой кронштейн и, соответственно, перетачивать муфту. Вот я уже нарисовал кронштейн передний для этого двигателя, также снизу пойдет пластинка и еще с другого боку. Это все мы сварим, установим на стенд. Это уже не первый мотор, все расстояния мы знаем. Идем, режем на лазер, свариваем, точим муфту и на этом наш двигатель будет установлен. Мы уже установили наш двигатель ДА-90 на стенд, также пригласили Евгения, который привез плату управления контроллером собственной разработки. И сейчас мы будем подключать двигатель и проводить испытания. Меня зовут Евгений, и я немножко расскажу про стенд и, в частности, про наш блок управления двигателями, можно назвать его частотником. С виду кажется, что это у нас ниссановский модуль, но на самом деле все не так просто, потому что когда-то давным-давно мы начали экспериментировать непосредственно с ниссановским модулем. И там стояли родные платы управления, очень умные, но с ними общаться было крайне трудно. Поэтому, основываясь на нашем опыте с сервоприводами, тогда мы уже ими занимались, мы придумали сюда свои платы управления и свою компоновку. В частности, вы видели в других роликах этот блок управления. Только здесь немножко другие тогда платы стояли. А дальше мы решили вот в этот модуль засунуть свои платы, то есть свои мозги. А, по сути дела, оставили только сами силовые модули. То есть, по сути дело, это силовые транзисторы с некоторыми микроскемами, которые их открывают и закрывают. Получилась весьма универсальная штука, которую мы используем во многих экспериментах. Она позволяет выдавать большой ток до 450 ампер в стоянке и держит 650 вольт напряжения. Тут снизу стоят силовые модули, а вот она как раз плата управления. Подключаем программатор. Все. Плат прошито. Подключаем интерфейс обратной связи. У этого двигателя это энкодер инкрементальный. Ну и как раз будем настраивать, проверять, как оно работает. Потому что разрешение пока его не известно. И, соответственно, нам еще питание сюда надо придумать. Потому что оно, скорее всего, отключено. Еще есть магическая штука. Это кольцо на провод ферритовое. Многие их недооценивают, как и я раньше. Но в вещах, где есть большие импульсные помехи, как ни странно, оно помогает. Оно через себя не пропускает даже по земле, по оплетке кабеля эти помехи наружу. И еще используем дополнительно гальванический изолятор оптический. Он развязывает интерфейс USB полностью по земле, по питанию. В принципе, он не обязательно, но мы его используем, так как питаемся от сети 380. И у нас блок питания не гальванически развязанный. То есть у нас автотрансформатор. И дополнительно, чтобы защитить электронику, ноутбук, на всякий случай лучше применять. Да и самому безопаснее. Сейчас мы пригласим Михаила и будем заниматься подключением питания. А жених у нас Михаил. Давайте знакомиться. Подаем питание. Красная лампочка – это индикатор ошибки. Сейчас она показывает, что нет высокого напряжения, ну то есть питания силовой части. Сейчас я пытаюсь запустить энкодер. Ну, точнее, подружить систему с датчиком положения двигателя. Миш, покрути, пожалуйста, вал. Попробуй провернуть чуть-чуть. Хочу измерить напряжение на выходах энкодера, посмотреть, какое там реальное значение. Потому что у меня показывается дискретно, или единичка, или нолик. Так. Вот так уже какая-то стружка лежит. Мне бы сейчас нагрузочки немножко дать на него. Ну, сейчас 11 вольт выходное напряжение. А нам он нечем нагрузить, да, получается? Так, а момент, пофигу. Вот я обороты вывожу, я ему току дала. Вообще очень много. Как ты у нас хочешь? 120 ампер? А максимум он 500 жрет ампер на фазу. Сейчас добавим нагрузки. Снизим обороты. Ирина, 12,8. Ну, то есть, видишь, надо скольжение уменьшать чуть-чуть на низких оборотах. Ну, уменьшать. Дай мне моменты. Так я, ну, все, это максимум, что я могу сейчас. Если вы сейчас при 13 вольт, в лучшем случае круто мелочь до полного тысяч. Ну, да. А он пятитысячный мотор. Во-моему, до 70 с половиной его максимум крутить надо, чтобы с него мощность снять нужно. А давай посмотрим сейчас, если там 120 ампер на фазу. Это 750. Да. Радиан в секунду. Ну, вот он, да, до 70-70 киловатт. Интересно, что у них синий. 12 киловатт мощность его. Итак, господа, какие выводы мы сделаем? Ну, мое мнение. То есть, асинхронные двигатели для электротранспорта имеют право на жизнь. Ну, так как используют, это не мы придумали. По поводу суперобмотки славянки, ну, как бы ничего нового мы здесь не увидели. Вот, как-то, например, говорит мне Михаил, в некоторых шпиндельных приводах от АББ и т.д. Используется звезда-треугольник. Просто это не обозначает, как прорывные технологии там и т.д. В этом ничего прорывного нет, просто уменьшается лобовая часть обмоток, экономия меди, но гимор в намотке есть. Ну, ни к чему там не к лучшему оно не приводит. Относить БЛДЦ моторов КПД на 5-7% меньше. Ну, из-за этого возникают проблемы с отводом тепла. Вот в таком конструктиве он на постоянной работе. При комнатной температуре, я думаю, больше 5 кВт, ну, не издюжит, начнет это перегреваться. Если мы сделаем рубашку охлаждения водяную, то, может быть, и 15 все даст. Относительный БЛДЦ, он, конечно, дешевле, его проще в изготовлении и больше возможность по кратковременной перегрузке. То есть можно ток большой вкачать и момент большой получить кратковременно. Для автотранспорта нормально. Тема интересная с асинхрониками, что-нибудь попробуем, я думаю, свое перемотать, замутить и потестить. Но, как бы, ничего космического от господина Дюйнова мы не увидели. Двигатель, как двигатель, ни лучше, ни хуже, чем все остальное. С такой системой охлаждения он не протянет, но это нонсенс просто. Потому что у него ни ребер, ни вентилятора. Что подразумевали производители под номиналом, одному им известно. Может, в жидком азоте, если он плавал. На каком-нибудь мопеде, электромопеде или велосипеде, я думаю, это прокатит. Потому что там пиковые нагрузки, они только на старте. Но это все-таки не номинал. Мы, например, считаем на своем двигателе номиналом. Это при комнатной температуре постоянная работа бесконечная, грубо говоря. И чтобы обмотки больше 80 градусов не нагревали. Это, я считаю, номиналом. Вот если они писали S1, S1 накладывает определенные требования. А номинал – это просто слово. Так, на нем мы получили наилучший КПД, это 80%, грубо говоря, общей системы. Но если контроллер откинуть, ну, там где-то еще 3%, на нашем двигателе мы там 93% получили. На Golden Motors сколько? 90 вроде бы, 91. Кстати, вот с Golden Motors, прям парни честные, они, прям совпало, да, с их таблицей. Ну, в принципе, примерно того же и ожидали. Проблема в том, что практически в два раза больше тепла отводить надо. Вот это прям такая проблема при нагруженной работе. Если делать жидкостное охлаждение, может быть, это не так страшно, но с воздушным это прям проблемы. Но зато нет магнитов неодимовых. Тема интересная, будем в нее лезть. Еще чуть попозже, думаю, потестируем до 90, если руки, да, и идут. И также у нас скоро на тест, который двигатель по конкурсу осевого потока. Он 25 в номинале киловатт и 50 в этом, ну, в перегрузе. Такая красивая штука. Думаю, она нас всех приятно удивит. Размеры не очень большие, он на 400 вольт. Посмотрим, как покрутится. Но он высокооборозистый, Ваня, не помнишь, сколько? 12 у него? 13, да? Ну, надо чуть-чуть поколдовать будет с балансировкой, чтобы это не разлетело все к чертям собачьим. Вот так вот. Так что ожидайте. Будет очень интересно.